Всем привет! Меня зовут Евгений и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео хочу поделиться с вами еще одним интересным растением, которое у меня есть в моей коллекции. Это Филадендрон бурлимак. Смотрите, какой крупный он вырос у меня. Даже не помещается в кадр. Очень крупное растение. Листики очень-очень цветные. Вырос он у меня, смотрите, тут уже у меня какое-то сплетение стволов. Такой вот крупнецкий. Лист среднего размера, не особо крупный. Вот у меня здесь опора. Ну, короче, не убирается он у меня под стеллажами, под лампами. И, в общем-то, я подумал-подумал и решил его постричь, укоротить. В общем-то, вот так. Так что сейчас этим занятием мы с вами и займемся этим процессом. Филадендрон бурлимакс растет достаточно тоже хорошо у меня, как и все остальные растения. Поэтому... И у меня он уже, в принципе, закончился в продаже. Поэтому этот крупный кустик нужно уже подстричь. Что, приступим? А прежде хочу попросить вас подписаться на мой канал. Поставить лайк. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ссылочки внизу оставляю. Это контакт с отзывами. Телеграмм. Там постоянно выкладываю информацию. И группа ВКонтакте. Пожалуйста, у кого какие вопросы есть, пишите. Буду рад общению. Ну что, приступим? Вот такой Филадендрон бурлимакс у меня, конечно, вырос. Очень классный. Давайте посмотрим сначала, докуда мы его будем обрезать. Потому что нужно его обрезать так, чтобы не перестараться. Чтобы из этого пенька, из этого пня выросло еще достаточно какое-то красивое, классное растение. Так, сейчас посмотрим, что у нас получается. Первый срез есть уже. Так. Всегда очень интересное занятие разведения, размножения растений. Потому что всегда непонятно, что из черенка получится. Смотреть, наблюдать за ростом и оставшегося растения. Да, там, как правило, пенечки остаются. И за новыми растениями тоже очень достаточно интересное занятие. Ну, в общем-то, у меня все листья тут поперепутались. Причем они конкретно перепутались. Сейчас мы их распутаем. Первый срез есть. Пошел уже специфический филодендронный запах. Так, первый срез есть. Вот такой черенок. Листья очень мраморные, очень яркие. Тут где-то ползеленого, где-то мрамор. В общем-то, и ствол, конечно. Очень цветной, полосатый стволик. Классное, яркое растение. Сейчас мы его с вами порежем. А как мы его порежем? Опа! Два листика, стволик хороший. Дальше. Что мы здесь будем делать? Мы, наверное, сразу кустик. Вот этот оставим. Не будем уже. Так, дальше. Здесь офигеть. Такой полосатый ствол, конечно, вырос. Офигеть. Так, и, значит, что мы делаем? Мы режем их на вот такие череночки. Кусочек ствола с воздушными корешками. И, как правило, 2-3 листика я оставляю. Сильно уже его не разрезаю. Посмотрите, какая красота. Офигенный экземпляр. И беру вот такой корыца, пластиковая обычная. Наливаю водички. Прежде оставляю где-то на часик, на полтора подсохнуть. И они у меня вот таким образом здесь все... Ох, класс! Какой экземпляр! Офигенный полосатый ствол. И оставляю их здесь. Подсыхают. И оставляю их здесь, пока не появятся корешочки. Такой вот тоже классный. Блин, но стволы полосатые. Однозначно эти... Росты пойдут просто сумасшедшие. Голос у меня, конечно, немного севший. Я немного приболел. И что-то уже вот неделю не могу прийти в себя. Так, поехали дальше. Одну ветку мы отрезали. Режем. Режем дальше. Режем дальше. Так, что у нас получилось тут? Неплохой экземпляр. Я его, наверное, знаете, не буду резать. Вот таким вот крупненьким, в принципе, и оставлю, наверное. Половина белая, половина зеленая. Прорастет. Пойдет расти. Ну, что делать, резать, не резать. Давайте оставлю вот такой вот, прям такой кусочек. Пусть он так у меня и будет. Крупненький сразу экземпляр будет. Так, поехали дальше. Ох, какая мощная, мощная растенница. Так. Здесь парочку получится тоже растение крупное, но повытянулось. Хотя света хватает. Но растение красивое. Видите, какое кустистое, таким шариком стало. Но его хочу все-таки довести до идеального состояния. Так, здесь у меня что, стволик. Давайте тоже повыжем. Есть. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Так. Ну, здесь мы тоже разделим на две части. Раз, два. Хоп. Тут много светлого, но здесь цветные листики зеленые уже идут. А вот хорошая макушечка такая. Прям яркий-яркий лист. Офигеть. Класс. Ну, видите, не могу выращивать крупные растения. У меня не хватает места для них. Где будет нормальный свет для них попадать. Так. Ну, и что у меня остается? Остается у меня еще один. Еще один. Срез. Так. Ну, отлично. Пойдет классно. Пойдут классные экземплярчики расти. Так. Ага. А тоже такую макушечку оставлю классную. Сразу, чтобы уже было достаточно хорошее растение. Смотрите, листочки какие офигенные, яркие, да? Стволики полосатые. Просто шик. Просто шик. И здесь у меня два зеленых, но не факт, что они будут зеленые. Думаю, будут ствол полосатые. Посмотрим, может и яркие листы выйдет. О, здесь тоже самое, но стволы полосатые будут, будет однозначно яркие детки какие-то пойдут. Так, ну что, бурлик. Все, оставляю его в таком состоянии. Какой-то гнилый листик. Оставляю его в таком состоянии. Смотрите, он у меня освежится. Достаточно, все равно остается хороший кустик. Пойдут яркие, яркие детки с него, это однозначно. Это однозначно, поэтому оставляем его. Так как есть пару листочков каких-то плохих, срезаю. Так, ну а здесь у меня что получается? У меня получилось вот такое корыце в бурле максов. Сейчас оставляю их примерно на часик подсушить срезики. Смотрите, какая красота. Сейчас мы от фокус есть. Какая красота. Очень яркие, классные листочки. Вообще, растение это мне очень нравится. Растет очень хорошо. И достаточно неприхотливое, яркое, крупное растение. Видите, в какое состояние у меня уже было такое прям куст. Прям куст получился. Вот. В принципе, чем хотел с вами поделиться. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Все ссылки будут в описании. Переходите, пишите. Рад буду общения. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока! Ребята. Пока-пока! Продолжение следует...